ласковый привет это вторая часть челленджа который я прохожу кстати в первый раз называется который котябрь в первом видео я уже показала что у меня получилось на первой неделе октября у меня были темы код ведьма десертный код космический ну то что я вам буду рассказывать просто гляньте по подсказочки которые сейчас у вас на экране или по ссылке в описании лучше один раз увидеть чем сто раз услышать на этой неделе у нас будут темы фруктовый кот кот аристократ лесной кот кот-призрак косплейный кот огненный и ледяной да очень много котиков но в этом же и суть челленджа а я напоминаю что все ссылки на соцсети как и ссылка на первое видео ждут вас в описании а особенно наша телеграм-группа ну давайте же посмотрим что там я рисовала всю эту неделю первый котик на этой неделе фруктовый я сразу вспомнила кошачьи панакоти которая была на первой неделе но мне не захотелось делать например кота фрукта какой-то фрукт переделать в кота почему-то захотелось изобразить котика играющего может быть с фруктами и я даже тут долго думала над его позой как правильно лапки так расставить естественно и думаю вполне получилось передать его игривость затем меня посетила какая-то совсем странная мысль и захотелось изобразить фруктовый напиток или фруктовый коктейль я не знаю что мной двигало в тот момент когда я это придумывала у меня просто уже есть похожий арт который вы наверное не видели он есть в инстаграме еще я хотела добавить пушистый роскошный хвост но как бы я не пыталась его разместить у меня это не получилось и я вспомнила что бывают же котики с короткими хвостиками например рысь или курильский бобтейл есть такая порода кошек сам котик мне очень нравится а вот что я там наделала внутри него скажем так эти фрукты которые плавают в напитки не сказала бы что я хорошо справилась я начала это осознавать уже на середине рисунка и не хотелось что-то исправлять поэтому показываю как есть такая не совсем удачная идея но и не сказала бы что мне прям чересчур не нравится зато еще добавила персиков как игрушек и те кто есть телеграме они видели что котики с персиками у меня тоже уже были и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Следующий, девятый кот, котик аристократ Мне сразу же вспомнился мультфильм «Коты аристократы» Я обожаю его с самого детства, смотрела раз сто, особенно мне нравится сцена, когда у них там кошачья вечеринка с музыкальными инструментами И, конечно же, я вспомнила и про главную героиню этого мультфильма, прекрасную белую кошечку И, по-моему, я попыталась изобразить что-то похожее, хотя хотела избежать повторения Как бы так еще показать эту аристократность, или как правильно сказать В общем, я добавила мягкую подушечку, на которой восседает наша грациозная кошка Может быть, я ее так выделила, тем, что обычно коты спят где придется, на каких-то мягких местах, по всей квартире А эта кошка спит только на этой бархатной красной подушечке Добавила я еще украшения Долго не могла определиться с их цветом и цветом глаз кошечки Хотелось бы, чтобы они сочетались Но зеленый цвет, который зеленоватый мне выпал, почему-то мне казалось, что сюда не подходит Поэтому в конце я подправила и сделала и камушки, и глаза синими Изобразила кошку вот в таком настроении, точнее, с таким взглядом подозревающим Возможно, было бы более удачно изобразить ее с высокомерным взглядом Но мне очень нравится мордашка, которая у меня получилась Кстати, это одна из первых кошек, которые я в этом челлендже изображаю Которой я добавила какие-то полосочки Я совсем забыла, что кошки бывают пятнистыми Но я буду исправляться Субтитры сделал DimaTorzok 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 Десятая тема 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 обычно. И мне кажется, это намного милее, чем просто какое-то эфирное существо. А еще я задумала сразу почти, но на самом деле, когда искала цвета, подбирала, что это будет черно-белый рисунок. Почему-то мне кажется, что черно-белая гамма сюда подходит. Может, это связано со старыми всякими фотографиями жуткими, которые гуляют по интернету. Но помимо самого призрака котика, нужно же еще что-то добавить, что-то в окружении, как обычно я рисую. И мой выбор пал на зеркале. Призраки не отражаются в зеркале, и я хотела как раз это изобразить, чтобы точно было все понятно. Но так как я уже накинула простынь на кота, то простынь-то отражается. В общем, у меня в конце не очень-то получилась задумка с этим отражением. И я еще решила сделать зеркало каким-то, может быть, чуть-чуть жидковатым. И, может быть, заметно, но я хотела изобразить сверху какой-то, скажем так, камень в виде глаза, может быть. И показать, что это необычное зеркало. Может быть, тогда логичнее было, чтобы призрак наоборот в нем отражался, раз это необычное зеркало. Вот тут уже надо было бы подумать. Я ни капельки не жалею, что выбрала черно-белую гамму, хотя у меня есть цветные элементы. Но, по-моему, получился очень миленький и при этом волшебный призрак. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Огненный кот Первое, что пришло в голову, это кот, скажем так, стихийный, огненный, управляющий огнем, или у которого шерстка как огонь И мне, кстати, сразу ассоциируется с кота Овеном, который был в кошачьем гороскопе Потому что, когда я рисовала кошачий гороскоп, я еще смотрела, к какой стихии относится тот или иной знак зодиака И вот Овен был огненным, поэтому этот котик у меня рыжий А потом мне в голову пришла идея, что это должен быть котик-огонек Огонек в свечке или в спичке Сначала это была спичка Но чтобы иллюстрация сильно не выходила за края, я выбрала все-таки почти догоревшую свечку, чтобы она вмещалась в кадр А так как свечка и огонек это, по моему мнению, маловато Конечно же, я решила добавить атрибуты Хэллоуина У меня это тыква Ну и сама свечка тоже является атрибутом И я сделала ее темную Потому что вроде я слышала или видела в каких-то передачах, что ведьмы используют свечи черные Не знаю для чего, не сильно углублялась я в эту тему, не смотрела Еще мне нужно было уместить этого котика в форму огонька Я поискала в интернете, в каких позах котики спят И оказалось, что очень похожую на капельку позы, когда котики обхватывают передними лапами, задние Ну, в общем, как у меня на рисунке Еще по моей задумке, так как пламя может меняться, например, сильно разгораться, спокойно гореть То в случае с этой свечкой, ее огонь зависит от темперамента котика, от его настроения На картинке он спит, и поэтому пламя спокойное Мне очень понравилось рисовать эту картинку Не знаю, с чем это связано Может быть, с тем, что на ней изображен огонь И мне кажется, эта иллюстрация такой теплой, вечерней Но и отходит она от моего решения рисовать обычных котиков просто в разных ситуациях Субтитры создавал DimaTorzok 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 А после огненного сразу идет ледяной кот Тут также у меня возникали идеи, похожие с огненным котом В смысле, те, которые о стихийных котах Но почему-то у меня опять в голове какие-то смешные мысли стали возникать И я решила изобразить кота в леднике застрявшего Получился у меня доисторический кот И вообще, я всю идею додумывала в процессе рисования Может быть, потому что я спешила Не знаю И для того, чтобы точно показать, что это доисторический кот Я добавила ему еще клыки большие, как у саблезубых тигров И добавила ему еще висячие ушки Таких котиков у меня еще не было на рисунках Но пускай этот котик будет еще и ушками отличаться Также, чтобы показать, что этот экспонат стоит в музее Я добавила табличку Вы ее увидите в конце Ну и получается, что лед, в котором он находится, не настоящий Так как это экспозиция музейная Скажем так, этот рисунок получился экспериментальным Я продумывала его на ходу И отказывалась от идеи, которые мне сразу в голову приходят Как о стихийных котах Результат меня не завораживает Но получилось довольно мило Субтитры сделал DimaTorzok 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 И хочу сказать свой небольшой отзыв и мысли, которые у меня появились по его прохождению Я от челленджа не устала Котиков мне рисовать не сказать, чтобы сложно Правда, идеи иногда меня подводят Вот как, например, с ледяным котом Но это не страшно Я буду показывать и неудачные свои идеи Я понемногу понимаю, что начинаю подбирать цвета Какие-то более естественные, чтобы это было похоже на краска Хотя в начале у меня не было такой цели И мне кажется, иллюстрации получались более цветными, более яркими Может быть, я все-таки вернусь к первоначальной задумке А еще я подумала и поняла Что этот челлендж получается на один раз Например, в Инктобере постоянно меняются темы года Так же, как и в челлендже с русалками летним А этот челлендж я нашла И там всего одна картинка Не указан год, а это значит, что он не меняется Поэтому, скорее всего, я этот челлендж уже в следующем году не буду проходить Буду искать что-то другое А кто знает, может быть, и придумаю какой-то свой Хотя, мне кажется, рисовать свой челлендж как-то читерски получается Но у меня есть прекрасные подписчики, которые могут мне помочь с созданием такого челленджа Вот 7 красавцев, которые получились у меня на второй неделе катабря Я напоминаю и прошу вас поставить лайк и подписаться, чтобы не потеряться А следующие 7 рисунков будут ждать вас уже в следующую субботу Всем тепла! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok